Добрый день, дорогие друзья! Подписывайтесь на канал «Психолог советует» на YouTube, YouTube и ВКонтакте в Одноклассниках, Telegram. Постарайтесь подписаться на всех платформах по причине возможной блокировки как самой платформы, так и авторов канала. Я вижу по аналитике своего канала, что мой канал смотрит 98% людей без подписки. Еще раз прошу вас, подпишитесь. Для вас это бесплатно и не несет для вас никакие риски и ни к чему не обязывает. А вот из-за количества подписчиков канал смогут смотреть больше людей и, возможно, кому-то нужна моя помощь. И так человеку легче будет найти мой канал. А если вы подписались, то вам будут приходить уведомления о новых видео на канале. Итак, тема сегодняшнего видео – обида, решение проблем. Носить обиду в сердце – это будто пить яд и ожидать, что от него будет плохо другому человеку. Вы отравляете только себя. Хотя вы можете считать свои чувства вполне обоснованными, и, возможно, человек действительно нанес вам очень глубокую обиду. Но ее всегда лучше отпустить. Если вы готовы избавиться от оков обиды, знайте, что существует множество способов проработать эти болезненные эмоции. Поймите свои эмоции. Будьте честны с собой по поводу эмоций, которые возникают у вас из-за сложившихся ситуаций. Спросите себя, связана ли эта обида с какой-то болью из прошлого. Возможно, она не имеет отношения к этому человеку или ситуации в настоящем. Признайте свой гнев или чувство негодования, но не застревайте в них. Гнев иногда может казаться лекарством от чувства бессилия. Он заставляет вас чувствовать себя сильнее. Однако помните, что чувство уйдет. Уделяйте меньше внимания гневу и сосредоточьтесь на исцелении уязвленных эмоций. Сделайте запись в дневнике и сосредоточьтесь на своих эмоциях по поводу ситуации. Не пишите о своей злости. Лучше сфокусируйте внимание на боли. Напишите о своих чувствах. Если что-то подобное случилось прежде, возможно, вы держитесь за старую боль, и она выражается, либо усиливается в нынешней ситуации. Практикуйте радикальное принятие. Радикальное принятие – это умение принимать жизнь такой, как она есть, допускать и не сопротивляться вещам, которые вы не можете изменить. Хотя боль мы испытываем не по своему желанию. Страдать все же не обязательно. Говоря «это несправедливо» или «я этого не заслуживаю», вы отрицаете реальность вашей ситуации и отказываетесь принимать правду такой, какая она есть в данный момент. Радикальное принятие означает, что нужно превратить мысли в сопротивление, а в мысли о принятии. Такова моя жизнь в данный момент. Мне это не нравится, и я не думаю, что это хорошо, но это моя реальность, и я не могу изменить того, что находится за рамками моего контроля. Практикуйте радикальное принятие в мелочах, и это поможет вам принимать более крупные, более болезненные ситуации спокойно. Радикальное принятие можно практиковать в пробках, в очереди в продуктовом магазине, после того, как разлили что-то на ваш замечательный, новый, красивый, белый ковер, и во время длительного ожидания под кабинетом врача или стоматолога. Медитируйте. Практика медитации чрезвычайно полезна. Медитация может усилить положительные эмоции, снизить стресс, помогает обрести чувство сострадания и проработать чувство гнева и обиды, заменяя их сочувствием и состраданием. Чем больше вы практикуете медитации, тем больше пользы вы получите. Медитация любви и доброты помогает практиковать сострадание и сопереживание. Подумайте о том, как вы себя чувствуете. Чувствуете ли вы напряжение по отношению к этому человеку? Практикуйте сопереживание. Бывает трудно принять точку зрения другого человека, когда вы просто кипите от злости, копите обиды внутри себя. Однако, если вы проявите сопереживание к человеку, который вас обидел, вы сможете пролить свет на ситуацию и уменьшить свою боль. Чем больше сопереживаний вы испытываете, тем меньше роли в вашей жизни играет обида. Помните, что вы тоже совершаете ошибки, но по-прежнему хотите, чтобы вас принимали. Помните, что все люди жаждают принятия, хотя у каждого есть свои проблемы. Постарайтесь увидеть ситуацию глазами другого человека. Что происходило с этим человеком? Возможно, он испытывал определенные жизненные трудности, которые и привели к тому, что он взорвался. Возможно ли такое? Конечно. Поймите, что у каждого человека есть личные проблемы, с которыми ему приходится справляться, и иногда эти проблемы просачиваются в другие отношения и в другую реальность. Любите себя безусловно. Ни один человек не сможет подарить вам постоянное чувство любви и принятия, кроме вас самих. Напоминайте себе, что вы ценный и привлекательный человек. Скорее всего, если у вас высокие стандарты по отношению к другим, у вас высокие стандарты и по отношению к себе. Вы крайне строги к себе, когда совершаете ошибку. Притормозите и напомните себе, что вы можете и должны всегда любить и принимать себя. Если вам трудно полюбить себя, начните проговаривать «Я способен любить и быть полностью любимым». Вот это выражение. Практикуйте это, и оно начнет влиять на то, как вы себя видите. Избегайте мести. Хотя вам в голову могут приходить разные мысли о мести, и, возможно, вы даже начали строить свой план, не идите на это. Месть – это способ проявления желания справедливости. Но стремление к справедливости может привести к еще большей несправедливости, если цикл мести продолжится. Когда у вас возникает желание отомстить кому-то, поймите, что ваше чувство – это способ справиться с потерей доверия. Не действуйте на поводу импульсов. Подождите, пока успокоитесь и обретете контроль над своим телом и эмоциями. Вполне вероятно, что чувство вместе пройдет, когда вы выйдете из этого умного настроения. Если вы решили поговорить с человеком, на которого обижаетесь, следите за своими словами, не стоит в полуэмоции говорить то, о чем потом пожалеете. Или мстить человеку. В конечном итоге оно не будет того стоить. Умерьте свои ожидания по поводу других. Помните, что ни один человек не сможет удовлетворить все ваши потребности. И если вы считаете, что партнер, друг или семья будут удовлетворять все ваши потребности, подумайте еще раз. Высокие ожидания приведут к неудаче. Обида может возникать и тогда, когда ожидания не сообщаются четко. Обсуждение ожиданий и желаний поможет прояснить существующие проблемы и избежать проблем в будущем. Четко выражайте свои ожидания по поводу людей в своей жизни. Придите с людьми к компромиссу по поводу стандартов и ваших ожиданий в этих отношениях. Используйте в дискуссии предложение с «Я». Когда вы обсуждаете с кем-то свою обиду, не торопитесь валить всю вину на него. Лучше рассказывайте о своих собственных чувствах и переживаниях. Нельзя рассказывать другому человеку о том, какой была его мотивация или почему он сделал то-то и то-то, потому что вы не можете принимать такое предосредительное решение за другого человека. Лучше сосредоточьтесь на себе, своей обиде и своих переживаниях. Вместо того, чтобы говорить «Ты разрушил наши отношения, и я никогда тебе этого не прощу», попробуйте сказать «Мне очень больно от того, что ты сделал, и мне трудно забыть об этом». Позволяйте людям совершать ошибки. Иногда бывает трудно признать, что вы сами несовершенны, что у вас тоже есть слепые зоны, и вы не всегда реагируете на ситуации наиболее конструктивным образом. Это касается каждого жителя планеты Земля. Точно так же, как вы хотите, чтобы люди прощали вам ваши ошибки, проявите ту же любезность к людям в вашей жизни. Помните о том, что человек, который вас обидел, несовершенен и иногда действует, основываясь на ограничивающих убеждениях или искаженном восприятии. Принятие того факта, что люди совершают ошибки, не значит, что вы оправдываете их поведение. Это просто означает, что вы позволяете себе увидеть опыт и ситуацию окружающего человека, чтобы помочь вам лучше его понять. Окружите себя позитивными людьми. Позволяйте людям в своей жизни быть позитивными людьми, которые поддерживают вас и позволяют принимать свои собственные решения. Это те люди, которые позволяют вам совершать ошибки, но по-прежнему поддерживают вас. Ваши друзья должны быть честны с вами, должны быть способны показать вам новый взгляд на вещи, когда вы застряли, должны говорить вам, когда вы слишком бурно реагируете. Хорошие друзья будут принимать вас независимо от ошибок, которые вы совершаете. А быть хорошим другом значит принимать других, когда они совершают ошибки. «Прощайте». Вы можете чувствовать себя обманутым или считать, что ваша обида на человека абсолютно оправдана, что делает прощение практически невозможным. Однако простить это не значит притвориться, что ситуация не произошла или что вы должны оправдывать поведение человека. «Простить» означает отпустить боль, которую причинил вам этот человек. Спросите себя, что задел этот человек или ситуация, что причинило вам такую глубокую боль. Возможно, вы почувствовали себя брошенным, травмированным или произошедшее заставило вас снова пережить неприятные воспоминания из прошлого. Скорее всего, человек нечаянно раскрыл вашу глубокую внутреннюю боль. Вы даже не должны словесно прощать человека. Вы можете простить человека, которого больше нет в вашей жизни или того, кто ушел из жизни совсем. Один из способов практики прощения это написать о ситуации, а затем написать о том, почему вы решили простить. разведите небольшой огонь и сожгите бумагу. На этом я закончу данную тему видео. Желаю вам физического и психологического здоровья. Подписывайтесь на канал «Психолог советует» на всех доступных для вас платформах. Записывайтесь на личные приемы по телефону или на электронную почту. До новых встреч, дорогие мои подписчики и друзья канала. С вами я, семейный психолог Светлана Леонидовна. «Психология» «Психология» «Психология»